Два месяца в руинах. После обрушения части аварийного дома в Книжном переулке 13, люди продолжают жить в развалинах своих же квартир. Из полуразрушенного дома никого не отселили, а обещанную реконструкцию так и не начали. Местные жители завесили разрушенное здание плакатами с обращениями к мэру, надеясь, что хоть так их услышат. Внутренняя стена трехэтажного здания рухнула, диаметр провала составил несколько метров. Сейчас дом находится практически в таком же состоянии, как и в день обвала. Два месяца назад. Дом окружен сигнальной лентой. Повсюду развешены объявления с предупреждениями о возможном обвале. Здесь остается жить семь семей. Местные жители развесили на разрушенном здании плакаты с обращениями к мэру, но реакции до сих пор нет. Говорят, что ищут инвестора. И в интернете я нигде не нашла информации, что ищется инвестор вот для таких целей. Три комнаты съехали вниз целиком вместе со всем, что в них было. Под завалами остаются мебель, бытовая техника и личные вещи жильцов. Разбирать они как бы не обещают, потому что если его начинать разбирать, это нам всех выселять отсюда. Ну, как его разобрать, понимаете, оно же все сложено. Там люди живут, там за стенкой люди живут. Здание в Книжном переулке 13 не имеет ни исторической, ни архитектурной ценности. Тем не менее, в мэрии обещали восстановить дом. Ремонт здания планировали начать сразу после результатов экспертизы, а жильцов расселить. Все это случилось 12 мая. На данный момент мне еще никто не предлагал вообще ничего. По словам местных, представители ЖКСа были здесь лишь раз. Расклеили объявления об угрозе обвала. А жильцам рекомендовали покинуть свои квартиры. А что делать? Куда мне идти? У меня некуда идти. Дом признали аварийным еще в 2006 году. Тогда физический износ здания составлял 83%. На днях из департамента городского хозяйства пришли результаты технического обследования дома после последнего обвала. Теперь изношенность конструкции составляет меньше 62%. Абсурд.